Коллеги, ну вот, хотели сразу задействовать наших зрителей и тех участников, которые находятся в зале, и вывести на экран первый вопрос из серии наших онлайн-вопросов. Он будет звучать следующим образом. Какие направления можно еще развивать, на ваш взгляд, в школьном спортивном клубе, кроме спортивных? Да, то есть вот спорт мы выносим за скобки, вот кроме спорта, что бы вы еще предложили, что вы считаете нужным развивать и что развивается? Я бы хотел, у меня есть один вопрос, Александр Николаевич, даже после такого замечательного ролика. Вот ваш школьный спортивный клуб, он как помогает готовить школьные команды по различным видам спорта к соревнованиям? То есть именно клубная система, чем стала более интересна, более комплексна для именно команд? Ну, как я уже и говорил, непосредственно все наши освещения в социальных сетях, и действительно мы доносим информацию до ребят и говорим, что мы теперь представляем не там свою школу конкретно, да, вот где я учился раньше, а теперь мы все вместе. Соответственно, ребята поначалу, говорю, в это не верили, но как только у нас получилось создать комфортные условия относительно тренировочного процесса для того, чтобы дети имели возможность приходить на тренировки по различным видам спорта не только в том корпусе, где они учатся, но и, соответственно, перемещаться, ну, естественно, до пандемии, перемещаться и в другие корпуса и тренироваться там всем вместе, конечно, им намного стало это интересней. И, честно говоря, для тренерского состава тоже стало немножко проще работать, потому что они видят всех детей и понимают, где они могут и кого выбрать, и кто-то может усилить, кому-то нужно еще подтягиваться, да, по своим каким-то определенным моментам. Поэтому, безусловно, школьный спортивный клуб, он объединяет все эти виды, и нам проще смотреть. Если говорить про детей непосредственно, то, конечно, приток их в нашей секции, потому что они точно так же рассказывают своим ребятам, и наши учителя физкультура всю эту информацию дублируют на своих уроках, конечно, приток детей стал гораздо больше. Поэтому, в любом случае, когда ты вместе, то и готовится гораздо проще, интересней и совершенно другой результат. Илья Сергеевич, у вас тоже вопросы есть. Да, Александр Николаевич, подскажите, пожалуйста, вот, ну, я знаком с вашим клубом, и у вас такой мульти-клуб, потому что развиваются многие виды спорта различные, и такой вопрос, вот, педагоги при подготовке команд к соревнованиям между собой как-то делятся каким-то опытом, помогают с командами при подготовке команд таких к соревнованиям? Да, безусловно, общение идет достаточно плотное, и, соответственно, еще раз, да, дублируя информацию на всех уроках физкультуры, непосредственно гораздо проще выявлять, да, то есть предлагают, вот, видят высокого мальчика и, соответственно, там, или девочку, и предлагают им прийти на тренировки как, ну, по разным видам спорта, баскетбол, волейбол в основе своей. Соответственно, я считаю, что это очень хорошая коммуникация, которая действительно позволяет нашим педагогам объединять эти сборные команды, приглашать детей. Спасибо большое, уважаемые друзья. У нас, если есть возможность, мы бы, конечно, хотели увидеть результаты опроса. Может быть, уже есть облако тегов, да, а можно чуть-чуть, вот, отлично, покрупнее. Ну, смотрите, давайте покомментируем немножко, отнесемся к результатам. Самой большой, наибольшей популярностью среди наших зрителей пользуется такое направление, как туризм. Не секрет, что несколько спортивных, школьных спортивных клубов это направление развивает, ну, и, видимо, потребность такая высокая. Телестудия, работа с соцсетями, медиасфера, прям целый набор направлений, которые связаны с медианаправлением. Ну, Александр Николаевич уже отметил, что, конечно, без освещения этой деятельности, без вовлечения сегодня вся жизнь детей, там, большая часть информации они получают все-таки с экрана телефона. Без этого, конечно, сложно. Я вижу еще направление такое, как волонтерская деятельность, ну, я думаю, что перед нами была секция по волонтерству, уж если там про спортивное волонтерство упомянули, то аналогично перетекло и в направление работы школьного спортивного клуба. А можно еще раз увеличить что-нибудь еще тут интересного? Ну, и равнодольно распределились остальные направления, и киберспорт мы тут видим, и проект наставничества, и спортивный журналистик, то, что связано с медиаосвещением. Ну, и различные направления. Вот юный тренер, да, тоже интересная очень история, связанная с тем, что некоторые дети хотят себя уже попробовать в роли такого тренера-наставника, да, получить других детей. Уважаемые друзья, у нас еще есть очень интересный спикер Евгений Александрович Казаков. Мы хотели, чтобы он рассказал о самом популярном, наверное, среди болельщиков в виде спорта, это в футболе, в применении к мини-футболу. И у него есть уникальный опыт, потому что у него мини-футболом достаточно успешно занимаются девушки. Поэтому, Евгений Александрович, расскажите нам, пожалуйста, как вы добились таких достижений, что вам помогло вообще привлечь девушек в этот вид спорта? Ну, на взгляд многих может быть недостаточно женский. Вот очень интересно ваше мнение по этому поводу, поэтому вам слово. Спасибо большое, коллега. Добрый день. Хотелось бы представиться. Зовут меня Казаков Евгений Александрович. Я являюсь преподавателем физической культуры и тренером такого направления, как мини-футбол, в московском кадетском корпусе, пансион воспитанниц Министерства обороны. Наше заведение является достаточно уникальным, так как в нем проходит обучение только девушке, которые поступают в него со всех районов нашей необъятной Родины. Набор происходит с 5 по 11 класс. Соответственно, занимаются девушки с 10 до 18 лет. Группы комплектуются, соответственно, по тем возрастам, которые принимают участие в таком замечательном проекте, как мини-футбол-школу. А именно это 5-7 классы, 8-9 и 10-11. Тренировочный процесс построен на основании возраста занимающихся. С 5-7 классами тренировки проходят 3 раза в неделю по 45 минут. Как правило, это тренировки в игровой форме, для того, чтобы завлечь детей в этот спорт как можно сильнее. Средней группы, 8-9 классы, 3 раза в неделю по 1 часу. И старшая группа занимается также 3 раза в неделю по 1,5 часа. В программу включаются обязательные этапы. Это теоретическая часть, практическая. И, соответственно, то, к чему непосредственно мы готовимся на тренировках – это соревнования. Одним из основных и важных моментов, я считаю, теоретическую часть. Потому что необходимо занимающимся не только рассказывать, показывать на примере практики, имеется в виду, а рассказать, где, когда и для чего они могут использовать то или иное техническое действие или прием. С младшими классами, с младшими группами обязательно ведется работа по истории развития мини-футбола, как в нашей стране, так и в мире, когда он появился, зародился. По правилам игры. Для начала это простейшее, для того, чтобы они представляли, где площадка заканчивается и как водить мяч. Со средней группой занятия по теории проводятся уже более углубленно. Им рассказываются простейшие тактические приемы по работе в коллективе, лично, основы здорового образа жизни. С группами 10-11 класса, здесь уже они более взрослые, имеют понятие по анатомии, поэтому рассказываем о знаниях, чтобы они знали о своем организме, гигиене при занятиях мини-футболом. И, безусловно, с каждым возрастом, начиная с самых младших и заканчивая старшими, ведется работа по требованиям безопасности, так как мы стараемся минимизировать получение травм, потому что вид спорта достаточно травматичный, контактный, поэтому эта работа обязательно проводится. Также особый акцент делается на психологии. Для того, чтобы спортсмен был, как говорится, закален и умел найти решение в сложной ситуации. Практическая часть представляет из себя следующий компонент. Это общая физическая подготовка. Опять-таки, к младшим это относится в большей степени. С возрастом, когда девочки становятся старше, более добавляются занятия по специальной физической подготовке и технике. Тактика и психология, опять-таки, как я сказал ранее, уже добавляются в более старших классах. Практическую часть также мы привлекаем известных игроков различных команд, как женских, так и мужских. Проводим всевозможные мастер-классы с игроками и тренерами. Для детей это, безусловно, интересно, потому что многие, кто занимается, уже знают определенных людей. Им интересно с ними пообщаться, увидеться на практике, на деле, что они из себя представляют. И, как правило, после таких встреч наблюдается заметный прирост и желание детей заниматься мини-футболом. Также в практику включены контрольные нормативы. Это обязательная часть. Как правило, в начале триместра и в конце триместра мы делаем испытания, чтобы они сдавали те нормативы, которые необходимы по программе. На основании полученных результатов можно наблюдать рост или же, наоборот, деградацию в том или ином компоненте и, соответственно, в дальнейшем уже выстраивать программу, над чем необходимо более углубленно поработать. Соревнования, которые у нас проходят, я разделил на несколько пунктов. Это внутренние соревнования. К ним я отношу внутренний чемпионат, который проходит по возрастам в пансионе. Здесь мы проводим всевозможные игры для того, чтобы определить лучший коллектив и выбрать наиболее сильных людей для сборной команды в дальнейшем. Также к внутренним соревнованиям можно отнести всевозможные товарищеские игры между младшим возрастом и старшим, которые проходят с определенным тактическим заданием. Для детей младшего возраста это стимул показать себя на фоне старших. Старшие, в свою очередь, получают задания определенные. Играть в одно касание или в несколько касаний или быстрый выход из обороны. Результаты таких товарищеских игр можно наблюдать уже на районных соревнованиях. Это следующий пункт, где мы можем встречаться с командами из различных районов Москвы. Опять-таки, детям это очень нравится, так как они могут продемонстрировать свои навыки и умения, полученные на тренировках внутри заведения на городском уровне. Также в Москве проводится такой уникальный проект, как мини-футбол-школу, к которому непосредственно все наши тренировки и товарищеские игры организованы. Так как благодаря победе в данном турнире можно представлять Москву на всероссийском финале, на который приезжают, как правило, лучшие команды. И общаясь, играя с ними, можно получить безусловный опыт, который не получить, играя просто в товарищеских играх. Результатами нашей программы обучения являются неоднократные победы на городских соревнованиях в этом проекте и возможность представлять Москву на всероссийском финале. Дважды мы посещали это мероприятие. Дети, понятное дело, в восторге, потому что для них, в первую очередь, это отдых с занятием, любимым их видом спорта. Они отдыхают, общаются, вдобавок ко всему, играют в лучших залах Подмосковья и Москвы, если это где-то в другом регионе, то, соответственно, в лучших залах того региона, где это проводится. Для тренера это опыт, который можно наблюдать в ходе игры, в ходе подготовки, как работают другие люди, как они готовят, настраивают команду. В свою очередь, обязательно много нового из этого можно выбрать и использовать уже в своей дальнейшей работе. Спасибо большое. Насколько я понимаю, вам удалось, в первую очередь, своим энтузиазмом зарядить девчонок и тем, что достаточно комплексный подход. То есть и много возрастов, и много вариантов, и формы, я смотрю, у них классочные. То есть им интересно заниматься этим видом спорта. На самом деле, как мы видели, у спортивного клуба «Вихрит» и гимнастика, и каратэ, и все остальное, а у вас мини-футбол. У меня, знаете, какой вопрос возник в этой связи? А вот те коллеги, которые нас сейчас смотрят, сейчас можно нам вывести еще раз тогда вопрос, который мы с QR-кодом приготовили? Следующий. Смотрите, значит, у нас появился вопрос о том, какие виды спорта или двигательные активности наиболее привлекательны для девушек в школе. А к вам у меня возник подобный вопрос, но чуть-чуть по-другому я сформулирую. Вот тем коллегам, которые нас сейчас смотрят и присутствуют, которые хотят у себя открыть секцию футбола для девчонок, подскажите, пожалуйста, вот как вовлечь сегодня девушек, как их привлечь, какие первые шаги нужно сделать для того, чтобы сделать эту секцию популярной? Да, вопрос интересный. В последнее время в нашей стране и в мире, в принципе, тенденция идет к здоровому образу жизни, поэтому я считаю, что необходимо, в первую очередь, пропагандировать то, что занятие мини-футболом это здоровье, это красота, для девушек это очень важно, поэтому пропаганда, в первую очередь, и во вторую проведение, как я говорил ранее, всевозможных мастер-классов, которые позволяют им увидеть результаты плодотворной работы, результаты тренировок и, в свою очередь, завлечь их в эти занятия. Спасибо большое, Илья Сергеевич. А мне интересно, каким образом вы отбираете команды для городских соревнований? То есть, каким образом происходит именно отбор футбольную команду? Это через какую-то соревновательную деятельность? Либо ведется какая-то селекция, тренировочный процесс? Может быть, у вас на какие-то категории разбиты команды в школе? Расскажите, пожалуйста. Да, спасибо. Как правило, младшие классы, которые только что поступают, у нас организуется просмотр. То есть, это порядка 120 человек. Они приходят в зал, где мы рассказываем о различных видах спорта, рассказываем свои плюсы, то, что их ждет, то, что они могут получить благодаря занятиям мини-футболом. И простейшими играми, с мячом, без мяча, даем им возможность продемонстрировать те навыки и умения, которые у них есть на данном этапе. В свою очередь, тренеры наблюдают за поведением, за игрой девушек и отбирают для себя, подчеркивают важные качества, которые они наблюдают. И уже приглашают их заниматься мини-футболом. Если брать возраст постарше, бывают такие случаи, что долгое время девушка не могла определиться, чем ей заниматься, и решила заняться мини-футболом. В этом случае она приходит и также проводит ряд испытаний, которые позволяют определить, готова ли она этим заниматься или же нет. Ну а лучшие коллективы, лучшие игроки выбираются, как я говорил ранее, также на внутреннем чемпионате. Каждый класс выставляет свою команду. То есть из класса в любом случае 25-30% девушек занимаются в ходе учебной программы этим спортом. Поэтому тренера наблюдают, преподаватели видят и подсказывают уже непосредственно тренеру, кого можно выбрать для занятия этим спортом. Получается у вас такая комплексная система, когда у вас есть и такой называемый первый школьный спортивный скаут, который смотрит и советует девочкам, привлекает их в этот вид спорта и на уровне сборных команд тоже формирует такое предварительное предложение для тренера. То есть обратите внимание на эту девушку, на эту. Да, можно так сказать. Согласен. Очень интересный опыт. На самом деле попытались мы сегодня дискуссию сформулировать следующим образом, чтобы познакомить и сообщество московских педагогов, и школы с уникальными такими методиками. И следующий, прежде чем перейти к следующему спитилу, я бы хотел увидеть результаты опроса, если они уже готовы. И вот смотрите, значит, какие виды спорта наиболее привлекательны для девушек. Как мы видим, мини-футбол есть у нас там, футбол, да. На самом деле самый популярный волейбол, и это подтверждает статистика, сегодня волейболом наибольшее количество детей занимается в секциях у нас в школах. Это гимнастика, танцы, фитнес, басхитбол. Ну, лидируют на самом деле игровые виды спорта, да, и такие виды двигательной активности, как фитнес, аэробика, шейпинг, растяжка, то есть связанные с гибкостью. Ну, смотрите, есть очень интересные виды спорта, такие как футбол, городошный спорт, очень интересные, циклические тоже охвачены вниманием, кроссфит вот у нас есть, то есть есть девушки, которые, видимо, интересны и такие современные направления. Хотел бы перейти к следующему нашему спикеру. Мы говорили сегодня в целом о школьном спортивном клубе, затронули как раз такие виды спорта, такой вид спорта, как мини-футбол, очень популярный, командный, и хотели поговорить о интеллектуальных видах спорта, потому что сегодня популярность, например, шахмат, она и в России, и в мире растет какими-то просто планетарными масштабами, поэтому хотели бы вас познакомить с Алексеем Игоревичем Ерофеевым и его опытом подготовки шахматистов к выступлению на городских соревнованиях. Даже не на городских, а хотел отметить, что у Алексея Игоревича есть опыт подготовки школьных команд к победе на всероссийских соревнованиях. То есть настолько комплексную работу они проводят, что мы обязательно должны с этим опытом ознакомиться. Алексей Игоревич, вам слово. Здравствуйте, спасибо. Хотел бы поделиться опытом шахматного образования, который уже с 2015 года внедряется в нашей школе, и это действительно комплексная работа, которая ведется по разным направлениям. С 2015 года наша школа вступила в городской проект «Шахматы в школе», и мы начали вести в начальной школе с первого по четвертый класс урок шахмат, как третий урок физкультуры, который был воспринят весьма положительно и родительским сообществом, и прежде всего, конечно, детьми, которые с интересом до сих пор посвящают уроки, учитывая наши высокие достижения. Безусловно, шахматы развиваются, и в целом в России можно отметить, что есть высокий рост шахматистов, людей, которые стали увлекаться шахматами. В связи с этим комплексная работа ведется в нашей школе по следующим направлениям. Прежде всего, это шахматы как урок, то есть дети здесь знакомятся с основными правилами шахмата, изучают не только шахматы как вид спорта, а скорее такое знакомство с миром шахмата, где они формируют общие знания. И одно из таких важнейших умений – это умение предвидеть ситуацию, предвидеть свои действия. Я считаю, что одно из важнейших качеств для школьника – предвидеть последствия своих действий. Второе направление – это внеурочная деятельность, которая была представлена с первой по седьмой класс. И в рамках внеурочной деятельности также мы уже, скажем, более углубленно изучаем шахматы и вводим дополнительные задачи. Если мы говорим о средней школе, пятой-седьмой класс, то это многие задачи, связанные с математикой, информатикой, так как многие задачи построены на основных знаниях шахмат, на шахматной доске, геометрии. И здесь тоже мы помогаем им освоиться и получить определенные навыки. И одно из основных направлений – это дополнительное образование, в рамках которого, собственно говоря, и происходит подготовка команд к городским соревнованиям, к межрайонам. Если мы говорим о нашем опыте, то, естественно, результаты появились не сразу. Первые годы мы активно работали с учениками, готовили их в начале, прежде всего, к соревнованиям школьного уровня. И до сих пор у нас есть в школе традиционные еженедельные мероприятия для учеников нашей школы, которые открыты для учеников межрайона и города. Это школьные турниры, где ребята, которые только познакомились с шахматами, которые уже имеют определенный опыт, они пробуют свои силы со своими сверстниками. И наш комплекс достаточно большой. Дети с разных площадок, с разных зданий встречаются друг с другом, общаются, делятся своими успехами, результатами, что в целом помогает, конечно, развиваться дальше. Также у нас проводится планомерная работа по включению старшеклассников в деятельность не только спортивную, так как, в общем, нужно признать, что старшие школьники уже активно занимаются в основном предметной деятельностью, различной направленности, и не всегда у них достаточно времени, скажем так, на профессионально заниматься шахматами. И здесь есть у нас опыт по включению их в организационную работу. То есть на базе нашей школы регулярно проходили городские мероприятия. Это турнир первоклассников, турнир второклассников, семейные турниры, которые как раз-таки помогали организовывать именно старшеклассники, знакомые с уроков шахмат, с шахматной деятельностью, судейством, организацией. И очень большую помощь они оказывали в проведении подобных мероприятий. То есть детям очень нравилось то, что, в общем, более старшие ребята помогают, направляют их, и всегда соревнования проходили в очень дружеской атмосфере. И такой формат нам понравился. И сейчас мы выделили его в такое отдельное направление по подготовке ребят именно к организации судейства шахматных мероприятий. Что касается дополнительного образования, то здесь у нас есть разделение на несколько уровней. Это начальный уровень подготовки, в основном это начальная школа, но и работа ведется также в детских садах, когда дети знакомятся с правилами шахмата, с основными понятиями. И затем постепенно переходят с уровня на уровень. Естественно, самый высокий уровень, это уровень команды белой ладьи общегородского соревнования. В этом году нам удалось удачно выступить и на московских соревнованиях, и на всероссийских, занять первое место. И здесь, конечно, уже занятия, скажем так, более профессиональные, идет подготовка именно к соревновательной деятельности, и количество занятий и количество часов очень высокое. В период ковида активно мы использовали электронные ресурсы, ресурсы Mesh для проведения уроков и ресурсы различных дистанционных программ для поддержки шахматистов, потому что шахматы, в общем, наверное, как никакой другой спорт, подходят для дистанционного формата, и здесь мы не прекращали занятия, и в целом это тоже помогло нам добиться высоких результатов на всероссийских соревнованиях. Большое спасибо. У нас есть еще один онлайн-опрос для наших зрителей и гостей в студии. Вопрос звучит следующим образом. Какие форматы проведения соревнований по шахматам сегодня наиболее востребованы среди московских школ? Личные, командные, лично командные? Ну, варианты ответа тоже есть у нас. Можете свой какой-то предложить, да, интересный. Вот такой вопрос. А у вас я хотел спросить о следующем. Сегодня не секрет, что топовые шахматисты, они достаточно большое время уделяют физической подготовленности своей. И у меня вопрос в этой связи такой. А вы какие-то виды спорта используете, и какие виды спорта для физической подготовленности ваших шахматистов? Спасибо за вопрос. На самом деле очень важный, актуальный вопрос, так как в целом образ шахматистов, он немного далек от спорта. И нужно признать, что действительно сейчас ведущие шахматисты, они не смогли бы достичь своих лидирующих позиций без занятий активными видами спорта. И вот наши ребята, которые стремятся естественно к самым высоким результатам, в общем и на своем опыте также поняли, что без исключения какой-то активной деятельности, активного вида спорта невозможно высокие результаты, так как шахматные соревнования продолжаются достаточно долго и требуется большая физическая выносливость, несмотря на то, что шахмат это интеллектуальная деятельность. Наши ребята занимаются плаванием, футболом, ну вот если можно сказать так более-менее серьезно, баскетболом, то есть стараются играть, конечно, и в другие виды спорта. То есть это направление спортивное является одной из таких важных составляющих подготовки именно к соревнованиям. Спасибо. Спасибо большое вам за ответ. Если у нас есть уже результаты опроса, попрошу коллег вывести их на экран. Напоминаю, вопрос звучал таким образом, что какие из соревнований, из типов соревнований наиболее востребуют среди московских школьников? Так, личнокомандные в основном проголосовали наши зрители за личнокомандный формат, но этот формат как раз развивается динамично, поэтому это для нас, вот видите, ориентир при поведении дальнейших соревнований. А о том, какие соревнования нас ожидают в наступающем учебном году, мне бы хотелось, чтобы нас познакомил Илья Сергеевич Мадинов, заместитель начальника управления Московского центра Патриот Спорт. Еще раз добрый день. Включите, пожалуйста, сразу презентацию. Коллеги, пока мы здесь обсуждали подготовку к соревнованиям с коллегами, у нас появились ряд вопросов. Активно коллеги спрашивают о том, когда же они у нас стартанут. Сразу могу сказать, что у нас они запланированы в этом году, и спортивные соревнования, презентацию включить просто. Они запланированы у нас в этом году, и школьные спортивные лиги по различным видам спорта, в которые входят и баскетбол, и мини-футбол, и шахматы, и если сейчас появится презентация, то мы увидим все виды спорта, по которым планируем мероприятие в этом году. Также мы и не забываем про наши проекты. Это спортивные субботы, урок с чемпионом, который очень активно пользовался популярностью в 2020-2021 учебном году. У нас порядка более 50 мероприятий произошли в образовательных организациях. Большой охват участников. Вот и презентация наконец-то у нас появилась. Также я хотел бы напомнить, что у нас есть рейтинговые мероприятия. Это президентские соединения, президентские спортивные игры, баскетбольный турнир, победный мяч, белая ладья, пешка и ферзь. Я напоминаю, что у нас рейтинговые баллы уже можно заработать, начиная с межрайонного этапа. Это необходимо для этого попасть в первую тройку, и уже школа получит баллы. Я вернусь на слайд назад, чтобы вы могли посмотреть, по каким видам спорта у нас планируется в этом году мероприятие. Это школьная спортивная лига, это волейбол, футбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис и так далее, и соревнования. То есть все эти виды спорта, по которым активно развивается спорт у нас в системе московского образования. Не забываем, конечно, про ГТО. Тоже пользуется популярностью у наших школьников. В 2020-2021 учебном году у нас действовали 251 базовая площадка образовательных организаций, 120 тысяч участников у нас успели пройти, выполнить нормативы, и 66 тысяч имеет действующий знак отличия ГТО. В этом году также планируется ряд фестивалей, мероприятий, которые мы надеемся провести при вашем активном участии. Для обеспечения качества проведения наших соревнований я напоминаю, что у нас есть действует, работает информационный сервис Patriot Sport. Он помогает образовательным организациям избавиться от ненужных бумаг и все делать в электронном виде. То есть это возможно и подать заявку, и зарегистрироваться на соревнования, и узнать итоговые протоколы соревнований. У нас на сегодняшний день зарегистрировано более 570 образовательных организаций. И хотелось бы потихонечку перейти к проектам, которые у нас уже стартуют. Московский центр Patriot Sport запускает турнир по киберспорту, турнир большого города. Это первенство по компьютерному спорту для жителей Москвы. Зарегистрироваться можно на нашем сайте до 21.00 5 сентября. В турнире могут принять участие все участники образовательного процесса. Это и обучающие, и студенты, родители, педагоги, администрация школы. В общем, это соревнования для всех. В рамках турнира состоится и онлайн-соревнование по шахматам. Русские шашки, подавки, естественно, шахматы. Соревнования пройдут в два этапа. Отборочные игры и финал. Соревнования пройдут в режиме онлайн 6 сентября по 26 сентября. И новый проект, который мы открываем в сентябре, это спортивные клубы для сотрудников образовательной организации. Мы понимаем, что не всегда есть время найти, время для спорта, но мы надеемся вам в этом помочь. И после трудового дня предлагаем вам посетить наши спортивные клубы. В сентябре стартует первый клуб. Он будет называться «Наш бег». Это беговой клуб. Мы приглашаем всех сотрудников образовательной организации. Неважно, занимаетесь вы учитель по физкультуре, сотрудник, учитель по истории. Для нас это совершенно неважно. Наша программа подходит для всех. Если вы опытный спортсмен, если вы только начинаете, мы подберем программу для любого. Хочу напомнить, что, конечно, это абсолютно бесплатно. И зарегистрироваться можно на нашем сайте. Коллеги, сделайте, пожалуйста, ссылку покрупнее. Да, вот QR-код. Приходите, записывайтесь. Старт в сентябре. Тренировки будут проходить вторник, четверг в 19.00. В зависимости от количества желающих, мы, соответственно, будем уже реагировать. Первые два клуба мы планируем открыть в Таранском парке и на набережной Лужников, чтобы бегать на таких живописных местах. Ну и, соответственно, затем по вашей активности мы будем еще дополнительные точки открывать. Всего таких клубов мы запланировали в этом году несколько, по нескольким видам спорта, поэтому все будет зависеть от ваших желаний, от вашей активности. И в этой связи у нас тоже есть вопрос, который будет определяющим в дальнейшем развитии этого направления. Это клубы по каким видам спорта стали бы наиболее востребованы для сотрудников? Вот, мне кажется, это очень актуальный вопрос, поэтому, коллеги, просим вас указать тот вид спорта, который был бы для вас востребованным и популярным. То есть, чем бы вы хотели заняться? А мы, соответственно, предложим вам такую возможность. Дмитрий Геннадьевич, а я бы, наверное, предложил спросить у наших гостей сегодня, чем бы они бы занялись и куда бы пришли, на какой вид спорта? Ну, давайте так и сделаем. Начнем с Александра. Ну, вы знаете, в любом случае нужно пообщаться с коллегами, вот так вот сходу ответить чуть-чуть тяжело, но в принципе у нас достаточно разносторонние преподаватели, как и по спортивной линии, так и по другим предметам, поэтому в любом случае этот вопрос мы зададим и будем ждать от них ответа. А вы лично, вот каким видом спорта? Ну, я лично баскетбол. Все, вот у нас одно направление. Спасибо. Коллеги, а вы? Ну, наша организация, коллектив достаточно молодой, все спортивные и всем интересны игровые виды спорта. Это и футбол, волейбол, баскетбол, поэтому именно для нашей организации, я думаю, было бы интересно проводить соревнования в таком формате, по игровым видам спорта. Алексей, а кроме шахмата у вас есть какие-нибудь интересы? Да, конечно, кроме шахмата было бы интересно заняться, ну, вот одно из моих увлечений танца, например, поэтому я думаю, что и многие педагоги могли бы поддержать достаточно интересные спортивные и разные виды направлений. Ну, прекрасно, у нас уже вот родился такой перечень, небольшой список тех направлений, которые востребованы, да, нашими учителями. Если есть возможность, мы бы увидели результаты из ответов. А вот и они. Ну, коллеги, практически сошлись с нами во мнении. Уж не знаю, по всем ли мы, конечно, в этом году успеем открыть клубы спортивные для сотрудников, но постараемся как минимум учесть ваши пожелания, которые вот набрали наибольшее количество голосов. Так, ну, у нас тут, получается, игровые ли делают, да, и фитнес. Вот танцев. А, есть танцы, есть танцы, поэтому, Алексей, вот, есть желающие танцами заняться. Коллеги, большое спасибо вам за интересный материал, за очень увлекательную подачу. Хотел поблагодарить тех зрителей, которые участвовали в нашем онлайн-голосовании. У нас есть много еще чего интересного для вас подготовлено в будущем учебном году. И следите за информацией на нашем сайте, регистрируйтесь в нашем информационном сервисе. И я надеюсь, что благоприятно будет развиваться ситуация с допуском наших спортсменов. Поэтому будем переживать и болеть и за наших спортсменов, и за наших детей на наших соревнованиях. Большое всем спасибо. Уважаемые друзья, благодарю вас за участие в дискуссии наших спикеров и тех людей, которые сегодня пришли, участвовали в аудитории. Всем большое спасибо. Доброго вам здоровья. И до новых встреч. До новых встреч.